Сегодня очень хорошая погода, и, конечно же, такие лекции мы обычно читаем в неполевой сезон, когда погода плохая, осень или зима, и хочется вернуться в лето. На самом деле моя сегодняшняя лекция как раз посвящена тому, что хочется вернуться в то самое красивое время для Куликова поля, для ландшафтов Куликова поля, чтобы показать их не только значимость, такую большую биологическую, но и, безусловно, эстетическую красоту. Тема нашей сегодняшней встречи называется «Природная экосистема Куликова поля». И прежде чем говорить об этих экосистемах, мы, конечно же, должны вспомнить, где мы непосредственно располагаемся. И, как вы видите на этой схемке, здесь показаны разные природные зоны территории нашей страны, и зелёным показана зона широколиственных лесов, вот таким светло-зелёным или светло-голубым даже зона лесостепи, и вот это уже зона степи. Где мы находимся? Мы находимся как раз именно здесь. С одной стороны, в верховьях Дон, а с другой стороны, в верховьях Оки. То есть как раз на границе находится Тульская область между зоной широколиственных лесов и зоной лесостепи. И дальше мы, конечно, обязательно должны об этом помнить. Даже несмотря на то, что мы будем сегодня говорить о Куликовом поле, который располагается непосредственно в лесостепной части Тульской области, но лесная зона здесь достаточно близко, и это будет накладывать определённый отпечаток и на особенности тех экосистем, которые находятся на Куликовом поле. Что-то не идёт. Сейчас, секундочку. А, вот. Если мы говорим действительно уже более подробно о территории Тульской области, то вы видите, что часть территории области действительно лесная и располагается в зоне широколиственных лесов, и даже хвойно-широколиственных лесов по оке. Ну, а юг и юго-восток области – это лесостепная часть. И именно здесь, в лесостепной части, располагается территория Куликова поля в широком смысле этого слова. Но даже на этой схеме видно, что лесостепные участки показаны жёлтым, но здесь есть и действительно лесные массивы, которые показаны зелёным. Конечно, их площадь существенно меньше, чем в лесной зоне Тульской области, составляет менее 10, а многие указывают менее 3 или 5 даже процентов территории этой части Тульской области. Но, тем не менее, леса есть. Даже на этой схеме мы с вами видим, что как минимум у нас должны быть здесь степные и лесные экосистемы. Именно они будут тут у нас вот такими вот зональными. Итак, поговорим о том, какие же экосистемы есть на территории Куликова поля. Я специально вставила этот слайд, дабы показать, что у нас есть самые разные ландшафты. Вот такие склоновые, и обычно на таких склоновых ландшафтах формируются степные сообщества. В небольших западинах или на вершинах балок и водоразделов формируется лесная растительность. Вот здесь вот у нас протекает река Дон, соответственно, есть водные и околоводные экосистемы. Ну и на распаханных территориях формируются различные залежи. Поговорим об этом более предметно. Если мы возьмем карту Куликова поля, то здесь мы с вами видим, что рамкой показана территория нашего достопримечательного места. Основной фон этой карты, вот такой вот светло-желтый, он показывает как раз антропогенно нарушенные земли. Красным цветом показаны степные экосистемы. Экосистемы, вот, например, в районе Татинок, это тоже часть достопримечательного места, и вот в районе Нижнего Дубика, такой небольшой ручей. Вот, есть у нас экосистемы и в районе Рыхотки, горок там и так далее. То есть красные все пятна, это все редкие степные экосистемы. Есть и зеленые экосистемы, это лесные, и тоже площадь некоторых лесов достаточно большая. Вот, например, такой крупный у нас есть Исааковский лес. Другие леса занимают небольшую площадь, подчас это будут посадки, совсем небольшие, но тем не менее для нас это весьма ценные экосистемы. Поговорим именно о них, о зональных экосистемах, формирующих лесостепной ландшафт, а степных и лесных сообществах. Итак, степи на Куликовом поле обычно приурочены крутым склоном балок или речных долин, там, где близко залегает известняк. И вот на таком известняковом субстрате, который часто является неудобьями, такие склоны не пахали, сегодня и сохранились степные сообщества. Были ли они широко распространены раньше? Да, безусловно. И об этом свидетельствуют как раз типичные почвы черноземы. Именно эти почвы диагностируют степные сообщества на водоразделах. Они были степи на водоразделах, но в результате активной сельскохозяйственной деятельности оказались распаханы. И сегодня также заняты сельхозсоугодьями, залежами и так далее. Сохранились же, возвращусь вот сюда, степи как раз там, где они были непаханы, на непаханных территориях. И поэтому сегодня все такие неудобья, они вот такие красивые, ковыльные в июне. И это есть наши редкие степные экосистемы, которые являются памятниками природы. Какие у нас степи? Степи вообще-то разные бывают. Помним, что мы находимся фактически под брюшком лесной зоны. Мы находимся фактически на границе с лесной зоной. Там, где выпадает достаточное количество осадков. И это обеспечивает внедрение в состав наших степей большого количества красиво цветущего разнотравья, которым нужна почвенная влага. Поэтому наши степи как раз и называются северные, разнотравные или луговые степи. То есть в них много и луговых видов. Переходы между степями и остепненными лугами весьма непростые. Это как раз особенность географического положения нашего региона. Северные или разнотравные степи. На юге, в Оренбургской области, например, уже осадка выпадает существенно меньше, и там разнотравье все уходит, не хватает влаги. В таких степях будут доминировать только ковыли. Это будут ковыльные или южные степи, ковыльно-тепчаковые степи, южные. У нас красиво цветущие разнотравные. Кто здесь есть? Вот это как раз, допустим, наш один из самых красивых степных памятников природы, средний дубик. И вот в июне месяце вот такое красиво цветущее разнотравье. Мы с вами здесь можем видеть. Самый красивый период в жизни степи. Основным хозяином, или по-научному говоря, эдификатором, то есть видом, который строит эту экосистему, являются дерновинные злаки и прежде всего ковыли. Почему так? Ковыли – это действительно плотно-дерновинные злаки с мочковатой корневой системой, которая может улавливать влагу от осадков или даже росы. А плотно располагающиеся стебли и листья обеспечивают улавливание атмосферной влаги и по желобкам направляют как раз вот эту влагу к зоне кущения. То есть получается, что такая дерновинная форма, она весьма экологична для жизни в степях. И ковыль, в частности, имеет именно дерновинную форму. Какие виды ковылей? Они разные бывают. У нас четыре вида ковыля. На фотографиях они не очень хорошо различаются. И у нас, конечно же, фоновый и наиболее распространённый – это ковыль перистый. Перистым его называют, потому что у него действительно вот эта вот ость для распространения зерновок похожа на перо. Но надо сказать, что такая же ость у ковыля красивейшего, только сами зерновки крупнее, и такая же ость у ковыля узколистного. Все эти ковыли являются видами Красной книги Российской Федерации. Поэтому где бы они у нас ни произрастали, это всё место обитания редких охраняемых видов. И более таким часто встречающимся является ковыль волосатик, потому что у него вот эта вот ость, она как раз не перистая, она очень тонкая, узкая, как волос. И к августу месяцу, когда созревают зерновки, эта ость закручивается и получается, как такой действительно кудрявый волос. То есть в августе такой ковыль наиболее красивый, как раз наиболее красивый период для этого ковыля. Вот четыре вида ковыля есть у нас на Куликовом поле, и они формируют степные сообщества. Ещё одним спутником ковыля, и тоже, как вы видите, дерновинным злаком с плотной дерновиной, является овсяница валиска или тепчак. Тоже из злаковых, тоже такой же плотно дерновинный злак. И вот вместе с ковылем они как раз и являются основными хозяевами степных сообществ. Это всё злаки. Хотела бы здесь немножечко остановиться на этом. И они имеют невзрачные цветки, очень мелкие. Мы говорим, что эти злаки цветут, когда у них видны вот такие крупные тычинки, из пыльников, в которых высыпается пыльца, и появляются такие мохнатые рыльцы пестиков, которые улавливают эту пыльцу. Вот он, период цветения злаков. И это удачно для степей, в том числе и для южных, которые представляют собой открытые пространства, где господствует ветер, он активно переносит пыльцу и, соответственно, обеспечивает опыление злаков. То есть именно в таких ландшафтах злаки наиболее конкурентно способны. После опыления и оплодотворения образуются плоды. Плоды – это вот такие вот зерновки, зерновки, имеющие острый кончик, опушение. Все это прям вот очень напоминает действительно копье, и поэтому кобыль является таким биологическим символом Куликова поля. И на зерновке на этой имеется ость. Вот она. Когда подсыхает, она закручивается, чтобы ввинтить зерновку как можно глубже в почву. Ну а для того, чтобы она перелетала на как можно более далекие расстояния, есть вот на этой оси такое перо. И вот это перо – действительно основание для того, чтобы называть ковыль перистым, что называется. Вот благодаря этому перо зерновка ковыля достаточно долго может планировать в токе воздуха. И затем, соответственно, попадает на почву, ну а дальше уже скручивается вот эта вот ось, она подсыхает, и зерновка ввинчивается в почву. Дальше ось сама уже по себе отпадает. То есть таким образом зерновка остается заглубленной. Тоже это приспособление для того, чтобы распространяться на открытых сообществах. Перенос при помощи ветра, пыление при помощи ветра, перенос семян и плодов при помощи ветра. Это вот всё то, что позволяет как раз степным растениям быть наиболее конкурентоспособными в сухих и открытых, и на открытых местах обитаниях. Ну вот здесь как раз красота этой ости, этого пера. Именно это перо придает ковылю серебристый такой вот оттенок. И в июне месяце у нас море колышущихся ковылей, вот как раз благодаря таким остям серебристого такого тона. Но вы знаете, в таких степных сообществах, если только злаки, но и осоки, и хотя у нас осоки ассоциируются обычно с чем-то влажным, тем не менее мы должны сказать, что существует и степная осока. Вот такая осока низкая, маленькая, и она тоже дерновинная. Вот она, тоже такой дерновинный представитель степной флоры. Вот она такие формирует подушечки дерновинки. Она тоже является степным растением. Но помимо ковылей в наших степях, конечно, очень много того самого разнотравья, красиво цветущего, который придает очень такой жизнерадостный облик нашим степным сообществам. И многие виды там действительно в этих сообществах редкие. Например, вот это вот, лен желтый у нас растет. А вот это растение очень редкое, с таким специфическим запахом из семейства губоцветных. То есть родственник лаванди, например, называется змееголовник рюйша. Вот такие фиолетовые, так сказать, с фиолетовыми цветами имеются растения. Дальше у нас несколько видов клеверов. И это не обычный клевер ползучий, или клевер гибридный, клевер луговой. У нас, например, есть и более редкие. Например, клевер альпийский. Очень похож на клевер средний, немножко похож на клевер луговой, но вот там у него опушеная чашечка и длинные листочки. А вот это вот такой вот клевер с белой головкой, но не стелющийся, а прямостоячий, называется клевер горный. Он тоже встречается в наших степных сообществах. Вот видите, два клевера и по-разному окрашены. Есть в наших степях и ирисы. В частности, ирис безлистный, очень низкий ирис, фиолетовый, с фиолетово-окрашенными цветами. Редкое растение, находящееся под охраной в Тульской области. Есть герания, ну вот это, например, герань кроваво-красная. То есть, видите, даже уже на этом слайде видно определенные разноцветия. Ну а здесь вот еще раз покажу чуть ближе плотную такой вот дерновину льна желтого. Есть у нас красиво цветущие разные вероники. Например, вероника широколистная, есть колоссистая с похожими цветами, вероника седая. А вот это вот уже из однодольных, вот венечник ветвистый. Тоже редкое лесостепное растение, занесенное в нашу Красную книгу. В степных сообществах, как я уже сказала, многие виды растений приспособлены именно к открытым ландшафтам и засушливому климату. И часто они формируют очень сходную жизненную форму. Например, такая жизненная форма характеризуется тем, что у растений очень узкое основание, затем активно ветвящиеся побеги и соцветия, формирующие фактически шар. И когда в цветках образуются плоды, то сама надземная часть, она уже, собственно говоря, не нужна растению, она подсыхает и легко отделяется от почвы. И получается, что такой вот шар легко перекатывается ветром по открытому ландшафту. При этом происходит рассеивание семян. Такая жизненная форма называется перекати-поле. И многие растения имеют такую форму в наших степных сообществах. Вот, например, качим высочайший или гипсофила, как раз имеет жизненную форму перекати-поле. А также очень интересное, но менее редкое растение, резак зонтичный, например. Поскольку все-таки степные сообщества формируются на сухих местах обитаниях, конечно, многим растениям не хватает влаги. И они пытаются к этому адаптироваться, как-то ее запасая. Соответственно, формируют какие-то запасающие органы для того, чтобы эту воду запасти. Например, луковицы. И луковица, например, у гусиного лука малого, который является типичным степным растением. Благодаря запасу воды в этих луковицах гусиный лук цветет достаточно рано, в мае, может быть, в начале июня. Видите, здесь на фоне еще жухлой остальной травы. Он образует плоды и семена, развеивает их, а потом надземные органы отмирают. То есть в течение лета мы его уже не увидим. Но, еще раз подчеркну, за счет запаса питательных веществ виден весной, когда еще есть какой-то запас влаги в почве. Дальше. Другие растения, например, отчиток малый, запасают эту воду в своих листочках. Мы знаем, например, алоэ или отчиток моргана, который растет в комнатных условиях. А вот такой вот малый, действительно, там несколько сантиметров всего высоту растения, встречается у нас на каменистых россыпях, по нижнему дубику, по среднему дубику. Тоже растение таким образом адаптируется к засушливому субстрату. Другие растения адаптируются немножко по-другому. Например, они формируют такой вот белесый налет для того, чтобы избежать излишнего нагрева листьев. Так же, как мы одеваем белые панамки, чтобы не перегреваться. Вот растение формирует такой вот белесый налет, и, соответственно, часть солнечных лучей от этой белесой поверхности отражается. Соответственно, лист нагревается меньше. А раз меньше нагревается, значит, и меньше тратит воды на охлаждение своего тела. То есть тоже такое вот приспособление. И, как ни странно, именно таким приспособлением обладает подорожник средний. Не тот большой, который у нас по обочинам дорог растет, а именно его еще называют подорожник степной. Благодаря вот как раз такому опушению может существовать в засушливых условиях. Или редкое растение, прям посмотрите, с седыми фактически листьями, с седыми от опушения. Остролодочник волосистый, который является у нас также охраняемым. Другие растения пытаются по-другому адаптироваться к недостатку влаги. Например, уменьшая поверхность листа. Известный нам с вами подорожник, если мы вспомним. Имеет такой достаточно сильно рассеченный лист. Не цельный, простой, а сильно рассеченный. Тоже таким образом он пытается уменьшить поверхность для охлаждения своего тела. И вот получается такой перистый лист. Еще одно растение очень интересное. Пион тонколистный. В нашей области естественным образом не произрастает крупная популяция в Курской области. Но у нас есть друзья там, и они нам дали семена. И сегодня пион мы выращиваем на коллекционном участке. Не в естественных сообществах, а на коллекционном участке. Дабы дать представление о том, какие вообще другие степные растения могут расти даже вне нашей полосы. Но если мы с вами посмотрим на этот пион, это вообще красная книга, то тоже обратите внимание на узкие, фактически игольчатые листья. Тоже уменьшение площади листа для того, чтобы существовать в таких засушливых условиях. У других растений до вот таких вот узких линейных листьев, скажем так, эволюция не доходит. Но зато лист уменьшается по площади, и в результате происходит как бы обтягивание жилок, проводящих пучков. Такие жилки могут выступать наружу, формируя некое остриё или такую небольшую, условно, колючку. Вот такой вот колючий у нас мордовник обыкновенный или мордовник русский, который придаёт красивый, вот такой синий цвет степным сообществам в августе, когда уже большинство растений фактически не цветёт. Вот такой мордовник, например. Или похож на него, но здесь обратите внимание, крупные головки. Похож на него синеголовник плосколистный, распространённое такое вот лугово-степное растение. Вот, относятся к совсем другому семейству, к зонтичным. И вот эти вот небольшие соцветия, они такие овальные, вытянутые, меньшего размера, чем у мордовника. Растение также имеет такой вот синеватый оттенок, и жилки выступают в виде таких небольших вот шипиков или колючек фактически. Вот тоже так же адаптируется к засушливому климату. Продолжение следует...